Владивостокские «Тигры» начали выступление в чемпионате России. Свою первую официальную игру в российской высшей лиге наш регби-клуб провел с «Красным Яром-2». Команда из «Приморья» одолела красноярцев со счетом 29-21. Проигрывая после первого тайма, «Тигры» смогли переломить ход матча и одержали волевую победу, которая стала первой в истории клуба. Мы сделали все, что смогли, выкладывались на 100%, все парни показали зубы, все устали, но все бились. Игроки «Тигров» отмечают, победа далась тяжело. Петр Конник на 28-й минуте получил травму головы, однако решил остаться на поле и продолжить игру. Мы были в атаке, я получил мячик, соперник сделал захват, получила сечка. В поле уходить даже не думал об этом. Врачи быстренько перебинтовали и в бой. Регби контактный вид спорта, привык к этому с детства. Чувствую себя хорошо. То, что матч вышел напряженным, подчеркнул и главный тренер «Тигров» Алексей Коробейников. Также он отметил, что перед командой стоит задача выиграть в этом сезоне высшую лигу. Немного прибавили в игровом плане. Мы после сборов в Кисловодске, в Зеленограде, мы имели практику тренировочных спаррингов. Порядка трех игр сыграли с командами премьер-лиги. Это была Подмосковья. То есть имели достаточно наигранные уже вещи после начала пандемии, когда все разъехались и в домашних условиях тренировались. К сожалению, мы потеряли тот игровой момент, который у нас присутствовал после этих сборов. Надеюсь, эта ступенька будет хорошей для нас, плацдарм, для трамплин, для попадания в премьер-лигу. Вторую встречу приморская команда провела с Читинским университетом. В этой игре Владивостокские тигры установили первый рекорд высшей лиги – 73-13. Впервые на поле вышел Никита Кутузов. Пока единственный приморец в первом в истории региона профессиональном рэгбийном клубе. Это вообще первый матч в моей жизни по рэгби-15. Не хватало мне очень сильного опыта. Много за счет этого суетился. Но все будет в будущем. Буду тренироваться, есть к чему стремиться и детально проработать свои ошибки. Отметим, обе встречи чемпионата высшей лиги по регби проходили в Красноярске. Здесь же состоялась дебютная игра Владивостокских тигров в рамках 1-8 Кубка России. Совместным решением с тренерским штабом у нас было принято лететь сюда для подготовки первой игры, которая в рамках Кубка проходила с московской славой. Соперник очень непростой, титулованный, команда премьер-лиги. Ну а потом, как все знают, у нас, согласно календаря высшей лиги, первые игры проходят в Красноярске. Поэтому, собственно говоря, этим и был обусловлен наш переезд и перенос первой игры в Красноярске. Первая домашняя игра Владивостокских тигров должна состояться 13 сентября, где приморцы будут также принимать Читинский университет. Ну а пока благодаря двум победам подопечные Алексея Коробейникова с 9 очками в двух играх сделали весомую заявку на итоговое лидерство в своем дивизионе высшей лиги. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. Продолжение следует...